итак всем привет дорогие друзья и сегодня у нас день очешуительных писем и первое письмо у нас от от какого-то чувака так от чувака по имени никита здравствуйте выпиваю а здравствуйте выпирают кости таза особенно лежа но недостатка веса как такого нет можно ли с помощью каких-либо упражнений это исправить это просто какой-то невероятно тупой вопрос с помощью каких упражнений он собрался это исправить ну разве что можешь взять там я не знаю зубило и молоток как-то немножко под подрихтовать или бензопилу там на крайняк ой потому что это никакими упражнениями не исправить можно конечно массу поднабрать но совсем тут ничего не было потому что тут получается места крепления таза не знаю так удаляем и второй вопросик у нас ищет валера всем привет прежде чем вкусить надо получить опыт тренировок не менее трех лет и только потом начинать с очень низкий дозировок 15-20 миллиграмм в день не больше и не более 6 недель надо на первых парах чего они надо на первых парах ничего больше на тот это очень сильный андрогены тем более купить сметана приводит пользователя гидроцефала больше читайте медицинские советы чем советы мистера сообщена по моему чувак сам гидроцефал какой-то непонятный вообще меня умиляют идиота которая пишешь там прежде чем курсить надо три года там от заниматься там кто-то пишет два года четыре года туда не вообще эти цифры берут идиотизм какой-то то есть блин некоторые вообще давно начинают там чтобы войти в диету надо провести какую-то там мифическую очистку короче типа просраться там еще я не знаю чего они там чистится собрать какие-то шлаки в организме находят я вообще поражаюсь этим идиотами и тут конечно же вот такие заявления на уровне у нас у нас страничка сметаны тростиналом ну препарат я конечно ничему не призываю никого ничего не пропагандирую вот просто зачитывать то что мне люди пишут вот такие вот тупости пишут ну вообще непонятно почему три года может три года один месяц и 22 дня и 43 часа 40 секунд вот именно у них три года надо заниматься и дети за какой то письмецо у нас пишет нам александр добрый вечер у меня такой вопрос завтра хочу пойти сдать в первый раз кровь но я тренируюсь на массу я вот не знаю я похудею после этого или все нормально и можно идти сдавать ну чувак если там вампиры будут сидеть то конечно похудею сразу литров на пив а так ничего все нормально будет это вообще взрослые люди пишут такие дебильные письма присылают мне постоянно она бы ты ничего но когда на протяжении очень длительного периода времени это происходит конечно ну я-то принципе привык мне так офигу уже вот ну поначалу конечно раздражал взрослые люди блин я не знаю еще мозгу в голове нет еще наверное нет так тут у нас пишет про противогаз пишет ваня что дают интенсивные тренировки с противогазом это вообще тупейшие вопрос идиотизм на смотрится всякой херни я не знаю против газ но это типа как в армии там когда-то было и есть до сих пор я не знаю типа эти слоники там короче противо задевает берет противо ой такой идиотизм творят просто я не знаю где не набираются этой хрени вообще мне непонятно у них хотите у них какие-то в эти самые фантазии бредовые возникают какие-то вот такие вот подобные вещи тренировки противогаза пленками обматываются еще всякой стране там машинки себе этими финал гонами мажут я блин ужасе просто это конечно не самые тупые вопросы которые есть там еще будут я пока отобрал лишь небольшую часть из того что есть так пишет нам джессу почему свое имя не написал странно человек может стесняется также у меня такой вопрос у меня есть пресс ну когда в расслабленном состоянии так он как бы выпирает из-за чего это может быть может быть из-за того что я занимаюсь зале с поясом или от того что я много ем и растянулся желудок что посоветуйте а может ты чувак просто под залетел немного у тебя там этот самый двойник не пересчитаны не знаю чем ты там занимаешься не может клести завелись таблеточку пойти купить а вообще пресс в расслабленном состоянии упирает он у всех выбирает если живот расслабить я не знаю не выбирает только у там дрыща какого-то который приросте там метр восемьдесят пятьдесят килограмм весит у того не будет выбирать вот а у нормальных людей в расслабленном состоянии всех животик немного выбирает так что так смотрим дальше 1 химик какой-то пишет вопросы по диетам и натуральному питанию иван добрый день хочу спросить я придерживаюсь поста и хочу походить на что обратить внимание в питании и вот спортивное питание она натурал или химии ой 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 как меня задолбали в этой херне и спортивное питание натурал или химия ты блин сам как натурал иван просто ужасно сколько блин уже 2007 давай извиняюсь за свои сопли просто весна у меня немножко этого самого того от цветения потекло ну да ладно вот сколько уже времени прошло 2017 год на дворе эти идиоты до сих пор считают спортивное питание какой-то жесткой химии там стероидами там чем-то таким ужасным прям хотя даже стероиды не знаю уже столько информации по по этому поводу правильно читая не хочу а еще только ленивый не читает это это подозревание ленивые и тупые и все на свете что можно только представить вот как можно считать пищевые добавки химии ну разве что там ну да принципе согласность туда кидают какие-то там допустим вкусовые добавки так далее есть конечно подать термоядерные вот но в основном то это делают из натуральных продуктов тоже сыворотки молочные допустим яичный протеин говяжий протеин его же не берут из ниоткуда там или из пластика не создают из ничего правильно у него есть определенный источник конкретно вот у этого продукта поэтому считать его химией считать можно химии все хлеб майонез масло тоже имеет свой химический состав поэтому как бы вот эти вот дурочки которые постоянно пишут о натуральных продуктах и так далее какой-то там этот самый феномен и как по мне блин то сейчас мы питаемся вообще в городских условиях да не только в городских вообще во всех условиях у нас сплошь и сквозь и сплошь денатурация пищи мы натуральной пищи не питаемся натурально это то что выросла на дереве или земле ты это сорвал или выкопала и съел ну или поймал где-то в лесу там она бегала вот это натуральная то что приготовлено уже она не натурально это называется денатурация хотя принципе мне как-то пофигу я пытаюсь и не заморачиваюсь по этому пункту в общем вот такие вот у нас письмеца сегодня были так есть понравилось видео подписывайся на канал ставим лайки и делимся видео не забываем кстати это очень полезно будет для нашего канала чтобы мы развивались чтобы нас побольше и народу смотрела так что всем спасибо за просмотру всем пока а